А еще он создал человека. Он дал ему внутренности, сердце, мозг, все что нужно. Ну, почти все. Эдвард Руки Ножницы был выпущен в 1990 году и мгновенно завоевал популярность благодаря своему неповторимому стилю, трогательной истории и великолепной игре актеров. Главные роли исполнили Джонни Депп и Вайона Райдер. Как и многие другие работы Тима Бертона, Эдвард Руки Ножницы сочетает в себе элементы готики, фантастики и мрачного юмора, создавая уникальную атмосферу, которая притягивает зрителя с первых кадров. История начинается с того, что пожилая женщина рассказывает своей внучке на ночь сказку о человеке с ножницами вместо рук. Эта сказка становится основой всего фильма. В центре повествования Пэк Бокс, торговый агент, который однажды решает зайти в старый мрачный особняк на холме, привлекаясь его странной и загадочной атмосферой. Там она находит Эдварда, робота, созданного ученым, но оставшегося незавершенным из-за внезапной смерти своего создателя. Эдвард был наделен необычными руками, вместо пальцев у него были ножницы. Пэк, проявив сострадание, решает забрать Эдварда с собой в пригород, где она живет. Когда Эдвард попадает в маленький, казалось бы, идеальный пригород, начинается его знакомство с обитателями этого места. Несмотря на свою внешность, он быстро завоевывает симпатию местных жителей благодаря своему таланту. Он превращает обычные кусты в великолепные скульптуры, а также становится настоящим мастером по стрижке волос. Однако, несмотря на начальный успех, Эдвард сталкивается с множеством проблем. Со временем Эдвард оказывается втянутым в интриге и манипуляции со стороны завистливых, эгоистичных жителей. Никому не позволяй говорить, что ты инвалид. Кто это тут инвалид? Глупость какая. Ты не инвалид. Ты, как это говорят, незаурядный. Одновременно с этим развивается ее романтическая связь с Ким, дочерью Пэк. Их отношения становятся центральной частью сюжета, но они осложняются не только различиями между ними, но и внешними обстоятельствами. Кульминацией фильма становится сцена ограбления дома, в котором Эдвард невольно принимает участие. Эта сцена приводит к драматическим последствиям. Эдвард, защищая Ким, убивает ее бойфренда Джима. После этого он понимает, что не может больше жить среди людей и возвращает в свой замок, где решает остаться навсегда. Последний кадр фильма показывает нам пожилую Ким, которая объясняет своей внучке, что с тех пор, как Эдвард вернулся в замок, в городе пошел снег. Символы его творчества и любви к ней. Теперь давайте обсудим ключевые темы и символику, заложенные в этом фильме. Одна из центральных тем это изоляция и одиночество. Эдвард, будучи созданным человеком, но оставшимся незавершенным, становится символом того, кто не вписывается в общественные нормы. Его ножницы вместо рук это метафора для людей, которые чувствуют себя не такими, как все, и сталкиваются с неприятием и страхом стороны окружающих. Другой важный аспект это невинность и жестокость мира. Эдвард приходит в этот мир с чистыми намерениями, но постепенно сталкивается с реальностью, где его доброту и наивность используют в своих корыстных целях. Через его историю Тим Бёртон показывает, как общество часто отвергает тех, кто не вписывается в привычные рамки, даже если эти люди не несут никакого зла. Любовь и жертва. Еще одна важная тема фильма. История любви Эдварда и Ким. Это трогательная, но трагическая сказка о невозможности быть вместе из-за непреодолимых различий. Эдвард вынужден покинуть Ким, чтобы защитить ее и сохранить память о своей любви. Символика ножниц в руках Эдварда заслуживает особого внимания. С одной стороны, ножниц символизирует ее творческий потенциал. Он создает прекрасные скульптуры и прически. Но с другой стороны, они также являются инструментом разрушения, ведь именно они становятся причиной трагических событий. Ножница мешает Эдварду быть по-настоящему близким к людям, что подчеркивает ее изоляцию и невозможность полного человеческого контакта. Говоря о культурном влиянии, стоит отметить, что Эдвард руки ножницы оказал значительное воздействие на кинематограф и поп-культуру. Этот фильм стал одним из знаковых для Тима Бертона, закрепив его репутацию как режиссера с уникальным визуальным стилем и глубокой эмоциональной палитрой. Кроме того, роль Эдварда стала одной из самых запоминающихся в карьере Джонни Деппа, открыв для него двери в Голливуд и положив начало многолетнему сотрудничеству с Бертоном. Фильм был тепло принят как критиками, так и зрителями. Он получил номинации на различные премии, включая Оскар, и остается любимым многими поклонниками кино до сих пор. Это одна из всех картин, которая со временем только укрепила свою культовую репутацию. В итоге, Эдвард Руки-ножницы – это не просто сказка о человеке с ножницами вместо рук. Это глубокая и трогательная история о любви, одиночестве и непринятии. Фильм поднимает важные темы, которые актуальны и сегодня, заставляя зрителя задуматься о том, что значит быть другим и как общество относится к тем, кто не похож на остальных. Этот фильм остается одной из самых трогательных и оригинальных работ Тима Бертона, и я искренне рекомендую его к просмотру тем, кто еще не успел с ним познакомиться. А что вы думаете об Эдварде Руки-ножницы? Поделитесь своим мыслям и в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если понравился этот обзор. Субтитры сделал DimaTorzok